Как просыпаться, если я заднюю дам? Эта поездка лично у меня стояла под таким. Но мы едем в Индию не только на соревнования, да, формы, чемпионата мира, вряд ли. Получится, но одну прямую квалификацию надо иностранцев отобрать. Пойдем поговорим по поводу моего курса. Тема крутая, мне кажется, что угодно лучше, чем все, что делают европейцы в Эйбби. Я даже не понял, на каком турнире кто-то прям в задней позе меня разъебывал. Наконец-то не 10-е, не 11-е место. Тут одна порция сыворотки манго и еще 5 черпаков чистого изолятора. Держи подарок номер раз. Вот такая медалька, надеюсь, будет с надписью «Теперь еще и Индия». Сегодня отличный денек, чтобы отправиться в ад. Отличный денек, чтобы отправиться в армию. Он хотел сказать «В Адермию». Привет, друзья. Сегодня у меня, как мне недавно друг сказал, после того, как вы начали говорить слово «последнее», начали говорить слово «крайнее», лучше-то стало? Нет. На самом деле, очень логичное замечание. Но все равно почему-то хочется сказать, что тренировка в Питере крайняя до отъезда в Индию. Завтра утром вылет. Тренировка будет в фулл-баде. Я надеюсь, что сейчас я проснусь. Чуть-чуть. В отличие от него, я пироги не ел. Он ел пироги. И, кстати, он не летит. Я ел пироги, поэтому я не летит. Да, он ел пироги, поэтому он не летит. И нихуя не надо писать по поводу этого в комментариях. Вот, я так думаю, что я это. Я с двоих. Вот вылет завтра. Перелет будет такой затяжной, сложный. Питер-Москва. Москва-Дели. Дели-Мумбай. А все это еще в компании индусов. А поверьте, хуже, чем в компании индусов. Полный самолет индусов. Я думаю, что ничего нет. Ну, прям конкретно это прямо вонючь. Ну, разных, но в целом это другая культура, это другие люди, это другое поведение. С ними не очень здорово вместе. Но особенно с индусами, которые живут в Индии. То есть индусы, которые живут в Штатах или в других странах, они совершенно другие. Многие очень образованные. И сами в Индию возвращаться не хотят. И не очень-то индусов любят. Не такой осведомленный по поводу индусов, но знаю, что там очень грязненько. И кушать, кушать, ну, качественно, хорошей еды. Очень такое себе. Руслан, кстати, ты летал, да? У тебя даже влог есть оттуда с Индией. Вот. В кафешках там, ну, такое прямо. Ну, мы были один раз после соревнований в ресторане дорогом. Там норм, да? Чисто снять. Ну, знаешь как? У них дорогой ресторан, как у нас хачинное на углу. Даже в столицах такое там? Ну, да, это один из лучших ресторанов вообще города по TripAdvisor. Он, конечно, такой огромный, там, деревянные столы. Но они закоцанные, то есть тарелки. То есть там, блядь, они все такое ощущение битые. Ну, им пофигу. Хотя вообще по нормам нельзя, чтобы даже был скол на тарелке. Ну, по идее, да. Ну, им вообще глубоко похер. Ну, вот прям максимально. Но обслуживало нас одновременно, по-моему, там, в ролике есть, по-моему, человек 7 официантов. Во всякий случай. Чтобы хоть с сервисом вывозить. Да, да. То есть они увидели камеру. Англески понимают? Да, понимаю. Ну, такие более цивилизованные. В основном, конечно, индусы, мне кажется, даже по-индусски не понимают. Вот. Ну, язык жестов. Индусский, блядь, хинди. Хинди, хинди, язык правильно называется. Напишите в комментариях. Да, ну, мне кажется, на хинди они говорят, потому что если я произнесу слово «индусский язык», я думаю, это не очень грамотно с точки зрения… Индостанский. Это не очень грамотно с точки зрения русского языка. Это мне, мне это довольно вредительное, если что. Вот. В целом, конечно, будет очень большой турнир. Это Олимпия, как обычно, с квалификациями, все категории профессионалов. Надеюсь, нам позволят производить фото-видеосъемку полноценную. Ну, либо, как обычно, если понять, то тебе втихарика как-нибудь. Да, это вопрос такой. Он в армию не хочет. Он, да, он риторический. Он, эта поездка лично у меня стояла под таким, как только все началось. Это ерунда всякая. Сразу было непонятно, полечу в итоге или не полечу. И вроде бы все было стабильно, без ухудшений, но потом ебанули мобилизацию. И сразу встал вопрос, опять же. Ну, и ввиду определенных событий в мире, вот, я немножечко, признаюсь, очкую. Очкую детей за границу. Вот. Очкую, так скажем, быть развернутым. Быть развернутым на таможне. Вот. Но у Руслана стальные яйца, он сказал, блин, я как потом на себя в зеркало буду смотреть? Ну, я, блин, не могу. У меня, у меня, у всех свои есть проблемы с психикой, да, я не умею, как бы, блин. Да, я потом, как просыпаться, если я заднюю дам. Вот. У меня тоже подготовка прошла сложную. То есть мне времени на тренировке было не найти на силовые. Я кардио делал, когда яйца разбивал на степере. То есть, ну, работы уйма. Там, вы знаете, сколько бизнесов было запущено открыто параллельно в этом сезоне. Причем, естественно, ситуация мировая, она сделала объем работы в разы более колоссальным. Но мы едем в Индию не только на соревнования. По сути, я же соревнования приплел к необходимости работать. Там будет стенд ГССа, там будет стенд Голем Спортсуэр, там будет представлен иностранным партнером женской одежды Белатика. Там будут переговоры с поставщиками сырья с Индией разнообразного. То есть, ну, это всеобъемлющая такая большая поездка. Как обычно, всего три дня там. Трое суток дорога туда-обратно, дорога будет непростая. Сегодня начинаю напивать воду, то есть, буду ходить с бутылочкой, ссаться по углам в этом самолете. Ну, в общем, сидеть, голодать, потому что надо в весовую категорию влезть. В общем, будет, наверное, весело, и вы, собственно, все это увидите, потому что один из моих товарищей присоединится ко мне в Москве. Поэтому прямо с Москвы вся картинка будет у вас. Как мы будем наше путешествие организовывать, наверное, будет интересно. И, конечно, я постараюсь из себя выжать максимум, на что способен, хотя, да, формы чемпионата мира вряд ли получатся, потому что и травмы, и все остальное. Но изначально для меня этот турнир, собственно, как и для Ромы, был не задачей соревновательного какого-то успеха, а элементом подготовки на 23-й год. Потому что найти другую мотивацию для полноценного тренинга, ну, насколько это возможно, для того, чтобы держать диету, подвести форму было сложно. Ну, особенно Ромку заставить это делать, поэтому, ну, форму Рома, на самом деле, сделал, он хорошо высох, он скомпенсировал бедра, он интенсивно много тренировался. Уже поставлена задача, мы должны... Блядь! Есть неудачные положения, когда сухожилие зажимает. Задача поставлена, 125-130 кг веса с прессом, и с этого веса мы будем... Легче, жаху, ел. С этого веса мы потом будем с Ромой стартовать уже на сушку. Будут выбраны диапазон временной, турниры, это должно быть будет 2-3 турнира в диапазоне полутора-двух месяцев. С поставленной бедной задачей на прямую квалификацию. Опять же, скорее всего, в Америку нас не пустят, но одну прямую квалификацию надо иностранцев отобрать. Просто прийти и насрать, знаете? Сейчас мы доразомнемся, и пойдем, начать мы будем с груди, мы сделаем хаммер на грудь, потом мы сделаем хаммер на спину, хаммер на плечи. В общем, поработаем мы в тренажерах, потому что, чтобы ничего не отъебнулось за неделю до турнира. Потихонечку начинаю их тренировать, на самом деле. Делаю полноценное разгибание уже, ну, не с таким большим весом, ну, там, 45-49 килограммов. Делаю жим ногами, уже начал делать. Как бы, ну, можно сказать, что для того этапа восстановления, который сейчас есть именно в коленном составе, да, того комфорта, то есть 250-300 килограммов я жму в тренажере, жим ногами. Вот, конечно, это в наколенниках, но сейчас заказал себе бинты наколенные, и всю тренировку буду делать именно в наколенных бинтах, такие силовые, потому что немножко побаиваюсь. Делаю выпады уже с весом, 50 килограмм в смите. Опять же, это такие выпады. Статы динамические, то есть просто встаешь в разножечку. Ну, я показывал эту тренировку. Все то же самое, в принципе, делал. Бицепс бедра я тренирую полноценно. Сгибания, мертвые тяги различного рода. Вот, и сейчас уже подумываю начать делить тренировку бедер. Вот, убрать бицепс бедра в тренировку спины. После тренировки спины делать бицепс бедра три движения, либо после плечей. Ну, а квадрицепт сделать отдельно просто. Три-четыре движения, таких достаточно тяжелых, интенсивных. 40-60 минут, и все. Сейчас у меня период компенсации. Период компенсации у меня, конечно, не такой, как после соревнований. То есть, когда я ужимаюсь, сливаюсь, использую мочегонные средства, и там компенсация такая, прям как шарик дует, воду это самое. Нет, сейчас у меня плавненькая компенсация. За неделю я скомпенсировал 4,5-5 килограммов. Ну, плюс-минус вот так вот где-то было. Сейчас вес сегодня с утра был 105-300 на весах. Неделю назад я был 100,4-100,5. Вот так. Ну, это при условии, что я там уже подъел. А так вес самый низкий мой был 97,5 килограммов. Самый низкий. До чего я доходил? Я думал, что где-то с цены это будет 93-94 килограмма, когда ужмемся, когда сольемся. Как-то так. Все, я сейчас кушаю, кушаю полноценно. Все те же абсолютно продукты, но количество больше. То есть, у меня единственное, что такого из десерта, чем я себя балую, это овсяные печенья. Вот, прям очень почему-то хочется овсяных печенья. Я стараюсь брать такие, прям, ну, максимальные по составу. Конечно, лучше бы их самому сделать, но я покупаю. Во вкус ввели овсяные печенья. И единственное, что еще из молочки, что-то прям вот на ряженку тянет. Хочется ряженки. Я покупаю ряженку и пью печенье с ряженкой. Вот. Где-то 500 граммов печенья и где-то 0,5 ряженки. Вот. В остальном с утра 150 овсянки и 10 яичных белков в 2 шелтка. И потом идет у меня 700-900 граммов риса в день. Последние... Позавчера я съел 1200 граммов риса, потому что, блядь, голод был пизда. Вот. Продукты качественные. Жиров у меня немного. Ну, все жиры вот только вот из той еды. Плюс омега, плюс лецитин и плюс МСТ. Вот МСТ я с кофе пью. Лецитин с утра в кашу добавляю. Вот. И все, примерно 200-250 граммов риса в сухом виде за прием пищи я съедаю, но хожу голодно. Я прям стараюсь промежуток выдерживать 2 часа, но это прям уже такое. Я уже хожу, водой в себя заливаю, потому что лютый голод. Интересно. Еще вот обменка, ну, углеводы, когда добавились, она прям... Поголодал. Раскрутилась, да. Ну, надеюсь, так и будет аппетит, чтобы Ромка мог набирать. Какой сейчас вес? 105 сегодня с утра. Ну, всего, двадцатку накинуть. 105. Ну, опять же, мы сейчас вернемся, где-то 109-110 наберу и сделаю... Я думаю, 112 будет. Коллаж с фотографиями, когда я вот после травмы 110 набрал и когда вот после компенсации, после сушки полноценной 110. Ну, то есть разница будет совершенно... Да, конечно, повесим жим в качестве. Первый день было очень тяжело, когда все, ну, я Руслану сообщил, как бы не сообщил, а постарался донести максимально свои все личные проблемы, свои все какие-то моральные головники, вот, которых знает только я, моя семья и непосредственно тренер, чтобы он понимал, в каком-то таком состоянии морально, вот, я немножко, ну, так, как сказать-то, ну, немножко не в очень хорошем моральном состоянии. Естественно, очень тяжело продолжать подготовку, причем, зная, что 50 на 50 выпустят меня или не выпустят, я решил просто... Ируслан поддержал мое мнение, вот, сам он сказал, что я в любом случае поеду, но тебя я услышал, тебя я понял и, скажем так, разрешил мне начать компенсацию и набор. Кстати, мы сейчас с ним пойдем поговорим по поводу моего курса на набор, что мы будем использовать и в каких дозировках. Пусть он это прям вот на камеру расскажет, чтобы вы знали и понимали. Вот, сейчас вы, чтобы понимали, у меня курс это 500 теста, 500 примы и 300... Нет, не 300, 200, 200 трена, по 50 через день и штаб. У тебя прям кеды идеально подходят к твоему костюму. После того, Гамена... Просто идеально. Причем, такое ощущение, что понтон цветов даже, то есть, синий, именно того же цвета синего. То есть, он не темнее, не светлее. Костюмчик огонь. GSS. Мне прям очень нравится. Ребята, по всей одежде. Отшит уже очень много по-мужскому. Думаю, что в течение этой недели будут активированы все аккаунты необходимые. Я дам поручение. Думаю, что в четвергу, к пятницу они будут готовы. Возможно, к моменту выхода этого ролика. На самом деле, ролик, наверное, будет в формате блога, на самом-то деле. Леха дальше поедет. Мы забежим в офис. Там у меня есть для сотрудников сюрприз небольшой. Забежим, какие дела поделаем. Грузят мне вещи, одежду. Для того, что там, ну, на выставку отправить было очень все долго, сложно. Плохо не работают очень многие компании логистические, международные. В общем, чтобы вы понимали, короче, шмоток, 60 килограмм, я тащу на себе. В двух чемоданах. Ладишься за багажом? Да, ну, у меня аэрофлот, багаж же бесплатный на карте моей. А в принципе, до Дели билеты недорогие. Ну, такие сами по себе. Поэтому, в общем, да, с большим багажом. Я один. Часть вещей из Дубая Илья везет сразу с собой. Вот. Ну, мы так, больше как презентация. Запрос большой очень у иностранцев. Потому что, по сути, что-то с аналогичным кроем это ГАСП и Горилла. Но ГАСП стоит сверхдорого, а Горилла шьется просто конкретно из дерьма. То есть, такое самое говно можно найти дешевое, из этого шут Горилла Уэр. То есть, там, ну, прям, конкретное, типа, вещи превращают в кал через неделю. Поехали. Поехали. Присо. Поехали. Так, выгляжу кривенько в процессе, но ничего. Я думаю, что на самом деле на моменте какого-то восстановления, повышенного объема еды, если я не буду повышать веса рабочие, а буду такой большой объем работать, наверное, это как-то восстановится. Может, какой-то курс противовоспалительных пройду. Дексаметазон не могу. Выяснилось, что у меня на Дексу начинается невралгия, очень сильная. Я икаю. Я нашел один препарат похожий по своей структуре. Попробую его, но он слабее. Кстати, кто применяет Дексаметазон как противовоспалительное средство? Обратите внимание на важный аспект, возможно, важный для вас. Дексаметазон очень сильно сказывается на отложении жира. Поэтому моя рекомендация в период применения Дексы сократить количество уступающих в организм углеводов, сахаров. Это позволит вам не испортить качество тела. Плюс, если мы говорим о лечении и восстановлении, то снижение нагрузок позволит снизить количество калорийности, необходимое вам. Снижение нагрузок позволит ускоренно восстанавливаться, не получать новые травмы, не усиливать воспалительные процессы. Поэтому по Декси это, наверное, очень эффективный препарат. Пусть он старый и простой, как палка, ну, по сути своей, но при этом он очень эффективный. Но вот я думаю, что аспект, связанный с углеводами, с образованием жира, очень усиленным на фоне приема Дексаметазона, это нужно не забывать. Также не забывайте, что Дексаметазон используется курсом, а не, типа, выпил две таблеточки или сделал один укол, и поможет. Нет, если начали принимать его, то принимать нужно курсом. Ой, я качаюсь. Сейчас скажут опять, да, что у вас за тренировки и так далее? Да ну, нет, сегодня вот снимаем чуть ролик и чуть памперс. Вот, а завтра поеду спинку качать. Куда поеду? Не знаю, в Спортлайф поеду. Хорош, да. Кстати, ребят, короче, сейчас сделаю, блядь, я штуку придумал, пиздец. Я сейчас с вами поделюсь, очень нужны ваши мысли, ваше мнение, я еще не говорил Федерации об этом. Единственный человек, который об этом узнает сегодня, это, по идее, Борис Борисович Васильев, это хозяин Спортлайфа, так как я, ну, хочу Спортлайф как партнера пригласить в то, что я придумал. Интрига, интрига. Вот, тема крутая, мне кажется. Вы знаете, что я очень люблю, ну, весь бодибилдинг, фитнес, да, но есть, ой, ставить больно. Короче, я хочу, чтобы на следующую весну на турнире Чемпионата России, который будет в Петербурге, ввели новую номинацию. Это бодибилдинг-новички, потому что есть новички бикини, есть мэнс физик и культуристма нет. В NPC есть новички-культуристы, ведь действительно очень, наверное, сложно, качаясь там даже 3-4 года, выйти в одну категорию, где будет стать Мартынкин. Например, ну, ты реально будешь жить, давайте по-честному, да, ну, на суде Мартынкина, блядь, ну, почти любой будет как дерьмо. Ну, как бы, или другого супертяжа, да это не супертяжа, ребята из категории 90, ну, везде есть супертопы. А, ну, быть совсем конкретно аутсайдером не хочется. А с чего-то нужно начинать. Сделать первую сушку, сделать первую подготовку, почувствовать сцену. Я бы хотел предложить ввести номинацию бодибилдинг-новички. Я понимаю, такой номинации нет у Сантохи, у него мозгов не хватило, он старенький. А вообще пошел бы он нахуй этот Сантох. Вот, ну, нет, он как бы, то есть, нет, в моем понимании, не то, что по Сантоху пошел нахуй, нет. В моем понимании, это отдельная история, кстати, там, федерации выступлений, я понимаю, зачем ФББР защищает свои интересы в России. Это логично, это федерация, вкладывают силы, ресурсы, развитие, защищайте здесь. Зачем защищать интересы Сантохи за границей? За границей спортсмены должны выступать где угодно. Вот, защищайте свои интересы. От того, что поедет, например, любой другой спортсмен на турнир Даймонд Кап или Москву Фест, разницы ноль. Российская федерация, российские спортсмены не получат ничего. От этого зависит только, получат Бабки Мэниен или Сантоха. Вот мне лично вообще рад, кто из них получил. Вообще плевать, потому что на того, что на второго. Да, я понимаю смысл защиты внутренних интересов любой федерации внутри страны. И я не считаю, что федерация ФББР и ее интересы как-то пересекаются с интересами Европейской лиги, потому что, ну, как бы петушня не ебаная. И уровень, давайте так, то есть чемпионат мира в Санто-Сузане, который проводится по уровню здания, сцены, ну, это, блядь, это Кубок Северо-Запада в ЛДМе, блин, 2000 года. То есть дальше они не шагнули. Единственные хорошие турниры ФББ европейского, они в России. Кубок Питера, Москвы, Сиберия, Челябинск, блядь, что угодно лучше, чем все, что делают европейцы в ФББ. Они просто паразитируют, приватизировав этот вид спорта. Поэтому защищать интересы ФБР в России логично для федерации, а мешать спортсменам решать, где выступают за границей, за свой счет, исключительно за свой счет. Это, конечно, вообще херня. В общем, хочу сделать новичков. Хочу предложить эту категорию еще организатору турнира НВПА. Я вижу, что человек очень любит бодибилдинг. Конкретно человек любит бодибилдинг. Ему это интересно. Мне человек очень лично интересен. Я хочу с ним познакомиться, пообщаться. Думаю, после моего возвращения с поездки удастся нам увидеться, потому что то, что он делает, круто. Круто, что это Денис Кьюксен. Да и многие репутаты. В общем, хочу новичков бодибилдинг. Хочу выделить личные средства на эту номинацию. Отдельно личный сделать кубок для этой номинации. И хочу в рамках подготовки новичков организовать шоу на базе нашего канала с набором команд по несколько спортсменов бодибилдинга, чтобы не обижать, естественно, категории мэнс физика, бикини. Исключительно те, кто никогда раньше не выступали. С нормальной стартовой формой мы не будем делать трансформации из жирного урода в худого урода. Нет, людей около готовых, которые в течение 4-5 месяцев могут довести форму для того, чтобы она была чемпионом России, но конкурентная и приятная на сцене. Вот такая вот мысль родилась. Сел, подумал про новичков бодибилдинга, потом решил, что это можно все уже как-то подкрутить, поинтереснее сделать. Пишите, что думаете вообще? И вот, ребята, если вы качаетесь, вы нехо не выступали, и было бы вам интересно выйти в категории именно новичков, да, с примерно равными вам по уровню. Равно перебью тебя. Вот в NBC федерации, она не объективная, новички федерации. Там знаешь, как они сделали? Перебегают из ФББ, конечно. Да, там федерация новички, это те, кто ни разу не выступал в федерации NBC именно. То есть он в ФББ мог уже быть, ну, в топе, а-ля плюс 6, да, на чемпионате России, но никак не мог стать чемпионом и, ввиду там личных каких-то обид на федерацию, на судейство, перейти в федерацию NBC, и он мог позволить себе там выступать в категории новички, потому что он ни разу не выступал в этой федерации. Здесь же Руслан хочет сделать наоборот новички объективную номинацию, те, кто никогда не выступал. Именно все категории. Или она как абсолютно будет? У нас уже есть шорты и уже есть... Нет, я имею в виду, то есть до дебилзик, весовые категории. Я думаю, будет разделить на две. Мы не наберем столько новичков. До девяносто свыше девяносто? Да, до девяносто свыше девяносто. Либо среднее по грядке. То есть люди все заявятся, а разделение будет проходить уже непосредственно после регистрации по количеству. Это будет более честно. Опять же, если сразу анонсировать веса, может кто-то вес будет подгонять специально. Ну да. Но это неплохо, это бодибилдинг, это клево. Подгонять вес. Нет, вообще это сподвигнет ребят готовиться, потому что некоторые, ну, вроде бы и хотят готовиться, но прекрасно понимают, что вот с весом 95 килограммов они, ну, в новичках, ну, не в новичках, не смогут в принципе вначале конкурировать, да? А в новичках в номинации вполне себе, вполне себе очень клево. Единственное, что это будет как, смотри, ну, допустим, ведут на постоянку, они на следующий сезон уже не смогут в новичках выступать? Нет, 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 новички однократно. Новички это однократное выступление. Однократный или один год, два сезона? Нет, нет, однократный, один выход. Все, то есть первый дебют у вас в новичках, но это же не будет мешать им выступить в категории, если они захотят. Нет, если захотят, заявляются, конечно, все. Поэтому вероятность получить себе кубок. Да, естественно, люди, которые ни разу, ни в одной федерации не соревновались. Ну, кроме, например, федерации типа натурального бодибилдинга, нужно будет список, мы понимаем, что есть федерации более высокого уровня, а есть федерации, которые дворовые. Ну, как бы, типа, хоть там он будет тем, что это чемпион федерации, как бы он будет по рамкам там FBB новичок. Что, клевая идея, опять же, это будет... И просто хочется больше бодибилдеров. Я думаю, это будет очень такое, массовое. Это будет не лишним, потому что все-таки, во-первых, а, введя номер дебют бикини, получили большой приток новых спортсменок. Но и временной лаг сумасшедший, их много, и отсудить их это несколько часов. Введя на бодибилдинг, мы потеряем от турнира 20 минут, а получим огромную свежую кровь бодибилдинга, которая является все-таки костью федерации, костью этого видового спорта, ее основания. Вот, такая роглась идея. Если вам она нравится, поддержите. Мне почему-то показалось, что это было бы интересно и местно, и позволило бы людям прийти, скажу, в соревновательный спорт. Что скажешь? Ты же, ну, Россию видел воочию. Меня очень... Я понимаю, что надо смотреть вживую. Но очень смутил весь интернет-сообщество, так скажем. Второе место Тронова Алексея из Москвы. Слушай категории. Знаешь, просто опять же, что хотели судьи судить, по факту, по качеству он был очень качественный. Очень качественный. Очень качественный. Согласен. И тут начинается вопрос. Ну, фронтальные позы там достаточно неплохие. Но ты же сам говорил, что бодибилдинг выигрывается спиной и, грубо говоря, двойной сзади и двойной спиной. Да нет, бодибилдинг выигрывается вот именно... То есть, да, говорят, типа, главная поза, показатель развития. Да. Но давайте так, ну, по-честному говорить, да. Задние позы, особенно там двойник сзади, у меня как раз-таки супер коронный. Ну, прям конкретно коронный. Это, блядь, ну, то есть меня... Я даже не помню, на каком турнире кто-то прям в задней позе меня разъебывал. Но у меня всегда были слабые фронтальные за счет того, что, ну, глубины квадрицепса нет. Такой вот генетической. Вот что-то я наработал, блядь, ребят, за 17 лет тренировок, понимаете? У меня, ну, генетически непредосложены были ноги к этому. И просто 17 лет тренинга позволило, ну, довести их хотя бы до какого-то удобовольного уровня. Вот, поэтому, может быть, за общее качество. Может быть, как обычно, за выслугу лет. На самом деле, в целом, я много турнир не смотрел. Ты знаешь, что мне гораздо интереснее люди. Вот там я в коридорочке, да, в коридорочке стою, со всеми общаюсь, забегал периодически. Прям однозначно, просто, по сути, весна будет сильная и интересная. Сейчас у спортсменов в реальной форме, ну, такое прям, что-то топовое было, это один Мартынкин. Потому что все остальные... Ну, Шлавка Харстелев был очень формы. Нет, Шлавка молодец. Я говорю просто про супертопов. И Слава вообще, нет разговоров, Харстелев Вячеслав, спортсмен, ученик Ромы, который очень долго у него ведется. Вот с самого нуля, чтобы вы понимали его пуль. Прогрессирует, прогрессирует прямо из дня, из года в год, из сезона в сезон. Реально выполняет все указания. Парень вообще, безусловно, молодец. Никита Кривошеев, ну... Кривошеин. Кривошеин, да ну, вот у него хотя бы, блядь, в этот раз хватило ума готовиться с нормальным специалистом, а не с долбебами, к которому он раньше шел. Блядь, ну, как бы, ну, конкретно, слушайте, когда люди... Блядь, даже не так это объяснить. Когда человек одевает пиджак, это не делает его хорошим тренером. И вы многие об этом забываете. И есть единичные случаи, когда вот конкретно, так скажем, тренера-пиджаки могут вас пропихнуть. И все равно для этого нужно сделать форму. А многие из них, на самом деле, никто. И как специалисты, и как судьи не имеют никакого ресурса. Поэтому сделал он правильное решение. Работать начал с Ромой. И Питер, Россия, ну, очень успешно. Лучшая его форма. Опять же, да, у него есть свой вопрос. У него явно генетики вверху тела не хватает, с этим нужно работать. Еще. Ну, в этот раз собрал кубков и медалей очень много. Да, ну, два раза выиграл кубок произволки. И на России, и на Питере. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы в категории бодибилдинг 80 килограмм зайти в тройку. Он набрал со спортсменом, который занял третье место, одинаковое количество баллов. Но судьи, те, кто поставили спортсмена, который оказался на третьем месте, у него было больше, скажем так, этих третьих мест. То есть там пять против четырех, по-моему, судей. Вот, что-то такое. В общем, главное, что он сам очень доволен формой был. Видно было, как он, ну, отражение в зеркале добавило ему уверенности в том, что он в хорошей форме. Он это прекрасно понимал. И он прям видно было, как кайфовал на сцене. Видно было, как он с удовольствием отдавался, с удовольствием позировал. И когда его в Классик Физик вызвали топ-4, там было, да, по-моему, если я не ошибаюсь, топ-4 их вызывали сначала. Вот, я прям очень сильно обрадовался, что думаю, ну, наконец-то, наконец-то, не десятое, не одиннадцатое место. Наконец-то человек борется за топ и стал он третьим в дебютной для себя номинации. До этого он выступал в бодибилдинге. Но мы приняли правильное решение ужаться до конца и выйти в категорию меньше. Потому что на Питере он выходил с весом где-то 85-86 килограммов. А на России он выходил с весом уже именно, когда после загрузки 82-83 килограмма у него вес был. После слива, после загрузки. Но вверх еще можно было высушить? Вверх можно было и вот задние позы, задние позы, спина и именно ягодица в задних позах такое. Прям не знаю, ну, то есть, что, 75 килограмм, но от него тогда вообще ничего не останется. Ну, в общем, примерно понимаю механизм, как мы с ним проработали. Все, что мы делали, срабатывало очень хорошо. Я рад, что он доверился, что он выполнял все мои рекомендации полностью. Я был 24 на 7 на связи, потому что я понимаю, что спортсмены, когда доверяют свою форму, нужно обязательно быть с ними на связи. И поэтому отчеты слались каждые два часа. Но Ромка на Россию не приехал. Ромка на Россию не приехал. Опять же, причина не приезда на Россию. Я взял билеты, приехал в аэропорт за час до того, как закончится регистрация. То есть, заранее прям максимально все сел. И когда время было, у меня было написано выход. Я пошел к этому выходу, смотрю, наш выход поменяли. Я пошел к другому выходу, еще раз выход поменяли. Я пошел к третьему выходу. Все, смотрю, люди начинают собираться. Думаю, ну, сейчас полечу. В 10 часов должен был быть вылет. Время уже подходит без 10-10, не объявляет посадку. Мы все стоим. И, соответственно, приходит на табло уведомление о том, что наш рейс задерживается до часу дня. Время только 10. Я думаю, ну, что делать? Пошел, сел в кафе, заказал себе чаю. И сидел, смотрел видосики. Ближе к часу посмотрел, посмотрел, какой выход. Пошел к этому выходу где-то в половину. Ну, естественно, посадки никакой не было. Смотрю на табло, наш рейс перенесли на 17-30. Я уже был 50 на 50 настроен. Думаю, ну, ладно, бог с ним. Посижу еще и полечу. В итоге, пока я доходил до кафе, объявляет рупор, что наш рейс полностью отменен в связи с погодными условиями в Москве. Очень сильная была облачность. И 20 рейсов вместе с моим их либо перенесли, но те, кто был позднее рейса вечерней, их перенесли на ночь или на утро. А наши рейсы, которые были дневные, их вообще отменили. Так, кому интересно, что на спине. Не за синяк. В инстаграме много писали. В общем, коротко, какой-то микро-микро надрыв. Я давно чувствовал болевой там синдром в этом месте. Был крайний раз на массаж ходил. Мне проминали. Массажист говорит, у него какая-то спайка, спайка такая сильная. Ну, знаете, какая-то массажерская. Давит, боль была страшная. Я говорю, слушай, болит, пиздец. Не дави, не массируй. Он говорит, ну надо размять. Я говорю, не могу терпеть. Он говорит, давай банку поставим. Давай. Он говорит, два раза качнул. И просто в банку фиолетовым флынуло. Ну, надулся пузырь. И потом, ну все, закончили. Приезжаю домой. У меня там, видите, она так всплыла. Это уже неделя прошла, подрастасалась. Какой-то стороны. Оно прям потекло по всей спине. В общем, там была уже внутренняя гематома собралась. Просто вакуума. Ее вытянули. Но стало полегче. Меньше боли. Какой-то микронадрыв. Думаю, несерьезный. Потому что, ну, иначе бы, наверное, было бы хуже. Большая или малая, круглая, я думаю, травмированная. И очень все просто. Опять же, видите, у нас все связано в организме. Болит плечо. И сильно болит сухожилие бицепса. И, видимо, каким-то образом организм начал компенсировать часть функционала бицепса усиленной работой мышц спины. И, видимо, перегрузилась. Потому что веса я старался в любом случае поддерживать рабочие, чтобы, ну, была адекватная жесткость мускулатуры. Вот так вот. Небольшая травма. Это, так скажем. Но это все, ребята, исключительно момент дефицита сна, восстановления и отдыха. У меня с этим большие проблемы. Этого не хватает. Ну, я вот этот сезон хочу постараться поменять. И прямо действительно на 23-й год уделить внимание и здоровью, и подготовке. Потому что в целом... Давай, что Рома хочешь сделать? В целом, по ощущениям, скажем, конечно же, работы очень много. Но я подстроился. Я смог какие-то моменты, нюансы настроить и смогу выделить необходимые, примерно, 3 часа в день на спорт. Вот. Ну, это и тренировки, и еда все вместе. А, всего 3 часа в сутки. Ночью, блядь, с 2 ночи до 5 утра, блядь, на спорт, на еду. Нет, в это время я буду спать. Вот. А, ну, так в целом... Радой, расскажи, знаешь, что? Что расстать? Про курс. Про курс? Мой, да. Слушай, я тебе... Я вам ничего не расскажу про курс, потому что и так дофига в одном ролике будет всего. Про курс будет отдельный. Потом ролик. У меня будет время в Индии. Надо будет себя чем-то занять. Я как раз-таки себя вот этим займу. Это будет и питание, и расстановка тренировочного процесса, микро-макроциклы, и тренировочные нагрузки, и микро-макроциклы питания с изменением калорийности. Потому что, ну, Ромка из хорошего восстановился. Из хорошего он, ну, понятно, сейчас пригрустил немножечко, там, виду определенных событий, да, разнообразных. Но в целом у него совершенно более адекватное, так скажем, психо-эмоциональное состояние, чем было после прошлой Польши. Вот. Поэтому, то есть, есть куда двигаться. На фоне этого можно тренироваться, готовиться, и всем хорошенечко насовать. Насовать. На экране видно? Видно? Видно. Короче, какой-то чувак купил комбез Белатика, напялил его на себя. Блядь. Хуенный реклама. Ну, блядь. Блядь. Просто, но он поставил нам пять звезд, обратите внимание. Поставил нам пять звезд. Это, по-моему, на Озоне, на Озоне, либо на Вайлдберрис. Видимо, у нас очень разная. Я такую целевую аудиторию даже не подозревал. Знаете, Рома, тебе может только комбезик подогнать? С кожаными трусами сверху? Нет? Я пока нет. Пока нет. Я в Мэнс Физиках же еще не выступил. Че ты, блядь, начинаешь? Как бы подарки раздавать. Мэнс Физиковские. Ну, такое. Жизнь меня к такому не готовила. Я надеюсь, ролик 18 плюс не поставят из-за этого. Нет, он же одетый. Своеобразно. А может, он пловец просто и решил, что это гидрокостюм. Или лыжник. А что, у нас очень крутая ткань, непродуваемая, с защитой от Уэфли, излучение. Да нет, он просто пассивный ги-юг, который в жопу попрошайничает постоянно и все. И это нормально. Ничего страшного. Если им нравится эта одежда, почему нет? Мы ко всем относимся нормально. Лишь бы не лезли к нам просто. А чем вы там занимаетесь, с кем вы там занимаетесь, пожалуйста. Если вам нравится Брэден Белальтишка, о, покупайте вообще. На ваши. Ну, ты даже уже тоже есть Белальтика? Да, два комплекта. А, Димка Вратынцев выступал. Да ладно? Да, ездил он тоже, выступал в Дубае. Не видел сравнения с ним. Ну, посмотрел по фото, посмотрел по... Да, местах я покажу. Это самое. Тоже за пятнадцатый, за пятнашки. Четвертый кулаут, по-моему. Ну, я видел в Инстаграме его фотки. Нет. Я понял, что он вроде как на диету сел. Но я не понял, что он готовится выступать. Да, выступил он. Выступил неудачно. Опять же, я видел трансляцию в Инстаграм. Был подписан на ребят на паблике, которые видели трансляцию. Но качество трансляции было такое прям. Но Димке светлый грим был очень. По крайней мере, по сравнению с другими ребятами. Опять же, выпадают ноги. Сверхом. И... Ну... Там не то, что даже форма, не форма. Вообще, в целом, баланс у него немножко нарушен. Вот. И я знаю, что если он вдруг это увидит, или ему кто-то мой монолог расскажет, но ему все-таки стоит задуматься, чтобы выступить разок в шортах. Там не надо ужиматься. Ты просто готовишь хорошую сухую форму. И выходишь, соревнуешься. И у него есть шанс. И у него хороший внешний вид для этой категории. Да. То есть, он такой очень, скажем так, фотогеничный для этой категории. У него внешность такая. У него надутый верх. Ну, чуть-чуть округлые прессы. Лучше быть на первом месте в Мэнс Физик, чем не в первом калауте в Классик Физик. Ну, типа, да. Просто... Это же уже не первый турнир, когда он такие результаты показывает. Вид ничего не мешает. Готовить форму, качать ноги, выйти, допустим, в какой-то момент в Классик Физик. Да, потом, допустим. Но я тоже считаю... Мы ему желаем просто победы, высоких мест и титулов. По этой причине, мне кажется, это логичная рекомендация, дружеская. Просто, знаете, у меня, например, не очень много людей, близких, друзей. Потому что я говорю, что думаю. А люди обычно такие вещи обижаются. Да, потому что нужно, чтобы их похвалили. Но когда, как бы, тебе дают рекомендации более логичные и здравые, в этом же нет ничего плохого. Это лучше, чем, то есть, 100-500 людей, которые тебе, блядь, облизывают жопу, рассказывают, какой ты молодец, а ты, как бы, нихуя-то не молодец. Я не про Диму, а вообще, по жизни. Многие даже будут вас поддерживать ради того, чтобы вы остались на месте, чтобы вы не выросли. Давайте я это расскажу на личном примере. У меня бизнес, это чистая коммерция, это конкуренция, это всегда постоянная маленькая война. Когда конкуренты мне показывают дизайн их упаковки, такие, бля, смотри, как мы охуенно сделали, это супер. Я смотрю, я понимаю, что это дерьмо. Ну, то, что они, как бы, блядь, у них глаза кривые, они делают говно визуальное, они делают говно на вкус, и это не продается. Но они бьют себя пяткой в грудь, какие они крутые, как у них вкусно, как красиво. Я им говорю, да, ребята, говорю, дизайн потрясающий, менять ничего не надо. Говорю, вкус бомба. Вот я вкуснее ничего не пил. Пусть мне дальше делают это дерьмо несъедобное в уродской упаковке. Блестяще. Это помогает мне расти, а им оставаться в своем болоте. То же касается этих моментов. Вот, пример. Никита послушал Рому, пошел классик физик, слился по весу, в итоге успешно выступил в двух номинациях на России. Он же, Никита, не стал же бить себя в грудь? Я бодибилдер, все, я выйду 90 килограмм, я не буду убирать вес, я вот самый лучший бодибилдер. Нет, он послушал тренера и сделал логично. Короче, ни одного ролика нет, где мы кого-нибудь не обидим, да? Ну мы же не пытаемся, ну как бы, занизить достижения какие-то. Просто потому, что мы-то обсуждаем, что у Димона невероятный визуал. То есть таким можно только родиться. Нам с Ромкой вот такая талия с таким размахом как бы визуальным спины не светит, блядь, да хоть я не знаю, что мы будем делать. Правильно? Не знаю. Да? Вот. А при этом... Ну то есть у него есть определенные шансы быть в топе и не пользоваться этим, руководствуясь какими-то своими внутренними убеждениями, что категория Мэнс Физик это зашквар, я никогда там не буду выступать. Ну да, лучше быть в классик физик всегда там за десяткой, блядь. На всех турнирах, неважно уже в принципе какой турнир. Он стал третьим в Америке, и это было его лучшее достижение. А я скажу, что любой наш спортсмен в Америке займет место выше, чем на турнирах, проходящих в Старом Свете, либо в Дубае. Потому что... Давайте так, я смотрел календарь NPC. Короче, типа там 2 декабря будет одновременно 5 турниров в Соединенных Штатах. В разных штатах будут становиться разные профессионалы. Блядь, там по 5 человек выходят. Блядь, ты в топ-5 автоматом, дайте мне визу. Ну вы понимаете, Америка давно уже не уровень среди любителей и среди профессионалов, которые получили про-карту. Америка это уровень исключительно в разрезе Олимпия, Арнольд Классик в Каламбусе. Нью-Йорк Про. Нью-Йорк Про. Ну может еще пара штатов. Ну да, пару турниров еще, да. Все, остальные турниры, блядь, чемпион России. Россия по бодибилдингу приедет, там выиграет остальных прошников. Сейчас себя за это опять захуй сосить. Они могут за это меня могут не только отхуй сосить, они могут друг у друга даже отсосать за это. Просто он вам всегда говорит, что у нас в России лучшие, сильнейшие любители. Охуенные любители, пацаны. Вот вы смотрите, вы охуенные. Вы лучше, чем американские спортсмены. Вы, мало того, многие лучше разбираетесь. Вот вы, люди, смотрящие тупо YouTube, у вас квалификация тренерская выше, чем у американских тренеров. По-честному я сейчас говорю. Реально, вы лучше знаете. Я там про нас не говорю. Вот. И это действительно так. Вы посмотрите уровень любительского бодибилдинга в Штатах. Он очень низкий. Там опять же 1-2 спортсмена, которые, ну, вылетают в про и что-то, чего-то добиваются. Вы постоянно ассоциируете Америку и Россию, наших любителей спортсменов и американских топов Олимпии, блядь. Ну, как вы можете сопоставлять топов Олимпии с хорошими, ну, лучшими любителями в России и говорить, что вы это? Давайте контракты сравним. Почему в Америке могут быть большие контракты? Потому что американский спортпит, во-первых, идет по всему миру. И это международная реклама, а не федерального характера. Во-вторых, потому что, опять же, многие из говноедов тут покупают псевдоамериканское питание. 90% рынка импорта, во-первых, фейк. Чтобы вы просто знали, вам это захуярили в гараже. Optium Nutrition. Омск. Синта-6. Где-то в Ленобласти. Есть польские бренды Подмосковья, часть брендов псевдоиностранных Краснодарский край. Карлсон, по-моему, бренд или как-то так называется. Потом найду. Короче, в Екатеринбурге тоже есть ребята, которые любят в жопу долбиться друг с другом. Они там делают омегу, витамины и так далее. Да-да. Да, это Био Шварц. Да, вот, Био Шварц. Писали мне еще, угрожали. Они мне писали, сообщения угрожали, что я специалист по подделкам. Типа мне делать некую. Ребята, отсосите. Ну, друг у друга. У нас не надо. Мы вам не дадим. Такие охрененные, знаете, блатные, только от своего имени даже сказать ничего не могут. Сидели там хихикали на громкой связи. И опять же, да, если бы у нас был ресурс такого же объема продаж, мы бы такой же объем бюджета выделяли на спонсорские контракты. Ну, давайте так, чтобы вы понимали, на чемпионат России я и моя команда, да, то есть моей компанией выделили, сейчас врать не хочу, по-моему, 872 подарка. Мы наградили практически все женские категории, не считая детских, где совсем малыши, у нас для них ничего нету, и мы не имеем права им ничего вручать. Уже вещи у нас не детские, а взрослые, а питание наше, как бы по документам, по идее, из 14 лет можно. Документы младше нужно отдельно получать. Но мы наградили дедушек. Мы наградили женский бодибилдинг, который обычно стоит в стороне. Мало того, женскому бодибилдингу мы дали и одежду, и питание. Потому что я посчитал, что, как бы, ну, девчонки пашут. Я не в восторге от внешнего вида женского бодибилдинга, это далеко не мое. Но то, что они пашут, как не знаю, очень тяжело и достойный подарков, однозначно. Бодифитнес получил подарки. Ветераны, мужики, дети, юниоры, юноши, новички, дебют, женские категории, все получили. В общем, конечно, суммарно, если пересчать в розничные цены, это полтора, около полутора миллионов рублей. Выделено было подарками, плюс оплата стенда, формирование стенда, основной бюджет. Хотел бы больше, хотел бы. Но поймите, потом надо, чтобы что-то осталось, и себе покушать и машину заправить. Просто ваших родителей, а потом ваши родители вас научили думать, что импортная лучше, да нихера. Я считаю, знаете, самое важное, когда честно, тогда нормально. И я вам заявлю, что давайте так, на нашем заводе делается более 120 брендов сейчас. С ТСМ. Да, у всех своя рецептура, даже разные компоненты с разных заводов быца заказываются. Кому-то нравится более, чтобы они плавали, не растворялись. Нам нравятся инстантизированные, чтобы визуально было красивее. Качество плюс-минус одно и то же. Визуал разный, органолептика разная, ароматика разная. То есть ароматики, представленные, там будет 30 видов, 30 заводов. Насыщенная, мягкая, ядреная, куча. Разные подсосители. То есть мой завод просто гарантирует, что написано на упаковке, кто находится в составе. Чистота, безопасность, адекватность состава. Вкус разный, рецептура разная. Но 120 брендов точно качественные. Да, они как-то маленькие. Большинство брендов, честно, они не спортивной направленности. Они делают 30-40 батов, витамин С, витамин Д, рыбий жир. То, что для обычных людей, для повседневного приема. Вы, мои друзья, культуристы, как рынок, никому нахуй не нужны. Ну, по-честному. Минимум. Большинство брендов практически не появляется. Я каждую неделю обрабатываю, там, входящий, лично я. Около двух запросов, которые люди меня находят, знают, видели со мной ролики. Никто не приходит с идеей сделать спортивный бренд. Люди приходят сделать бренд. БАДов. Еще на компанию падает, да, со сторонних, там, ресурсов. Либо у меня видят прямую ссылку. Около, там, двух запросов дополнительных на просчеты СТМов и так далее. Не хотят работать с вами. Не хотят. Это мы с вами. Единственный спонсор от рынка спортивного питания на чемпионате России – генетик. Единственный канал, снявший контент на чемпионате России – генетик. Единственный канал и спонсор питания на чемпионате России в Челябинске – генетик. Кстати, Ваню Литваку аппазал. И за год до этого в Тюмени – тоже генетик. Поэтому, друзья мои, я буду благодарен, если вы сделаете выбор в нашу пользу, потому что мы свой выбор в вашу пользу, в ваших интересах уже сделали. И его придерживаемся, и искренне любим этот спорт и очень вас уважаем. А Ване Литваку – привет, который переизбрался на пост президента Федерации Челябинской области. Мы с Ромкой тоже оказали нашу поддержку. В Инстаграме наши пальчики вверх поставили за Ваню. Возможно, ряд спортсменов в Челябинской области посмотрели, что мы с Ромой поддерживаем, и тоже сделали выбор в пользу Ване. Тут, кстати, вы понимаете, да, ребята, такое положение спины весьма разгружает поясницу и нагрузку на позвоночник. Поэтому, у кого с ней проблемы, здесь можно работать в довольно-таки интересном формате. Попадать в дельты хорошо. Глубже не могу, потому что болезненно. Сейчас пять подходов и лететь в офис. Приехали с Москвы наши новые партнеры. E-commerce площадка Max Market называется. И сейчас они должны приехать и пойти на экскурсию на завод. Пока их будут водить по экскурсии, с затяжной специально я буду ехать на работу. Один из партнеров у меня онлайн тренируется. Да, Максим? А, все, да, точно, точно. И, ребята, я не мудак, но вес я брошу, потому что опускать... Опускать травмоопасно. Руку вывести больно. Если я это опущу, то можно потом руку забыть. Вот, прям такой, надутенький. Ну, такой, 105, вроде не сильно по весу, но... Показать ноги, блядь. Да это приводящаяся. Это волосы, ну, не подстриг. Надо, наверное, от окна отойти. Восстанавливается. Да, есть проблема с латеральной, но в целом... Тут еще прям клок волос таких. Восстанавливает с латMartин. Восстанавливается. Гав Department. Но я тебе говорю... Ну, фиг devoir подстри Additional Сированнверсha. что ребятки ромка можете покачается мне надо забирать себя легкую гнать в офис я погоню отвечу о чем гоняться все прям чё я в ларке за хорошенько полноценно спинку потренирую сегодня отдыха должен был быть восстановительная ну такое да кровушку погоняли чуть-чуть меня тоже я тоже завтра я не позанимаюсь чем я лететь больше суток вас видеть после завтра памп вес не отравиться ничем не умереть в индии ну и вылететь в индию они в другом направлении желательно не в пазике не вы ржете я что-то не дурачок я не блаженный дурачок я понимаю определенные риски идти как бы на границу но кто не рискует то что тот не рискует все очень просто я немножко вот этих вещей как бы так ну ну ладно как так в общем всем спасибо за внимание лайкосик подписочка поделитесь этим видео и до новых встреч может быть скоро и на моем канале не будет интересненького для вас все всем друзья спасибо за внимание ролик кстати продолжается но эта часть дошел да да это продолжается потому мы погнали даем заднюю редкий случай жизни когда заднюю но это просто потому что мы едем задним ходом и чтобы никого не врезаться аккуратненько нужно выехать парковки самое интересное что все так валят и вот никто не хочет даже вот одна машина идет почему бы не сместиться крайнюю левую чтобы было это удобно и комфортно я не знаю у людей удивительно неуважительное отношение друг к другу потом жалуются что живется не очень здорово и не очень легко мысли гонца опаздываем как мы я про мне то пофигу проем береги то пофигу глубоко настроим навигацию в общем обед выглядит так это протеин что здесь кстати опять же мне нужна ваша помощь ребят ну это очень действительно мне удобно задать вам вопросы в формате ютуба я понимаю какая аудитория youtube смотрит ваше мнение мне важнее всего в общем есть возможность изолят чистый отфасовать можно в пакетике пробники можно в обезличенные пакеты позиция очень дорогая ее пускать как будто в сток в продажу смысла нету сейчас не то время в россии для изолятов если он нужен там супер чистый без вкусовых добавок могу это сделать почему потому что тут у меня по цвету я думаю видно тут одна порция сыворотки манго и еще пять черпаков чистого изолята для чего чистый заряд весьма жиденький он практически не влияет на вкус на консистенцию при этом получается здесь у меня фуда под 100 грамм белка на этот шейкер часть не более хорошо зима и не можно без термосумки все это дело возить весь день то есть нет два приема протеина удачные люди пошли через дорогу мы можем пока проехать вот здесь две порции протеина у меня вопросу турнир сегодня 20 24 сегодня регистрация на турнир получается 28 выход 29 и протеин ничего я не отключаю протеин на воде это и сыворотка изолят условно мое качество вы видели и оно точно связано не с количеством протеина который вы пьете от количеством жира и когда ваши тренера и специалисты вам говорят что нужно убрать протеин он держит воду и находят тысячу причин почему типа вы там залито и некачественно ребят просто вы жирные вот я знаю огромное количество топовых атлетов которые протеин не убирают а знаю тех кто убирают на всякий случай такие тоже есть и это нормально просто для меня вы понимаете при всей любви при всем желании соревноваться я не могу всего себя отдать исключительно спорту есть работа и времени вот мы были с вами да я скажу вам встал я сегодня в пол седьмого утра всего 15 минут сделал кардио попил воды уколол гормон поставил кипятиться чайник греться бульон для дочки приготовил завтрак сам тоже съел бульон с говядиной жиденько вкусную посолил съел по батонечка протеинового выпил кофе с мастер маслами приготовление дизайн на время немного абсолютно дальше прыгнули в машину отвез малышку в школу со школы я приехал на тренировку мы позанимались ну когда мне обедать у меня уже встреча началась считать и люди ходят по экскурсии на заводе на экскурсии по заводу по-русски верно будет соответственно когда обедать никогда еду закажу какую-то себе возможно закажу куриную грудку приготовить себе с собой сегодня не успел но в моем формате моего понимания исключительно если я не поем я просто буду суше никакие мышцы у меня не разрушится у меня нету истерики поводу прямо в пище не знаю тяжеловато когда совсем голод прям такой прикатывает вот вчера я пошел растопил себе баню и выпил литра 2 не чая знаете есть такой иван-чай он там еще он был с листьями смородины и мяты очень было вкусно добавил сахарозаменитель два литра я выпил было вкусно объемно очень хорошо загасило голод и все потом я отправился спать пропотел нормально с едой нет у меня таких диких заморочек безумных короче что и взем мы на завод вы знаете у меня очень я очень толковый штат и на складе даже базаре на складе генетика работают обалденные мужики в общем для мужиков у меня будет подарок моих стену не только близкие друзья но товарищи хэмер очень хорошие ребята те кто делали мне пояс мой вы помните синий русел супер в подарок мне его сделали они подарили мне гири и дополнительно гири еще компания fit safe называется fit safe можно найти они делают гири красивые в общем гири пацанам на склад то что у нас все ребята очень сильно спортивные давайте конкретно скажем просто здоровенные рамы очень выгодно потому что пацаны на нашем складе некоторых из них можно использовать вместо погрузчика вилочного пятитонника кстати вот поэтому ребятам будет подарок для тренировок у них есть там брусья турники груша вот сейчас мы еще не придем гири я надеюсь что парни будут довольны потому что чё приходит уже совсем скоро зима значит что надо уже готовиться к следующей весне и лету а гири это потрясающий снаряд который я невероятно сильно люблю единственный момент что сейчас травма не могу ими пользоваться но я уверен что я смогу поправиться реабилитироваться и полноценно вернуться хорошим нагрузкам и к любимым тренировкам к полноценным интенсивным к тяжелым потому что он доставляет удовольствие от работы в зале а пока гири мы придем пацанам и я думаю что мы сможем их тем самым порадовать господа всех приветствую кто кушает приятного аппетита здорово я вам подарок привез пойдем мне подарок вам подарок я же говорил что у нас пацаны некоторые здоровее чем я морду нарисовали тут тоже пиздец держи подарок номер раз гиря вот подарок номер два держи я ребят вскроем их светло красиво я покажу вам стали очень нарядно они выглядят есть для обалденный еще очень кайфовый нож удобный тоже один из подарков на день рождения все любят дарите как у какой-нибудь оружие я в кабинете вам покажу кстати тоже там из подарков не показывал не показывал не показывал наверно счетом дарили 2 пока помогу да они стильные модные молодежные подрезать немножко короче вот такие ребятки у нас вот но симпатично так вам баловаться разминаться для развлечения ребятам у них тут час турнирную сетку я покажу вам смотрите чё спать под подтягивания соба забавные у них кодовые имена это они курсы списали ну сразу на месте все готово детский сад ромашка понимаете все а мы пойдем я был получается в 18 году я оттуда медали тогда не привез с индией на этом турнире по сути на олимпии поэтому посмотрим чем увенчается эта поездка потому что нужно понимать что будет безумное количество ребят там с ирана с ближайших стран приедут все кто выступали в этот уикенд в дубаи потому что из дубая в индию очень дешевый близкий быстрый перелет поэтому большинство спортсменов большинство спортсменов кто были сейчас на дубай прошел они остались в дубае пожить на пару дней сейчас перебираются все в мумбай то есть это прям вот ну вся грядка этих ребят поедет плюс новые атлеты прошлый раз было 900 мужчин суммарно категории по-моему до 64 человек димуль очень посмотрим на эти такое самочувствие состояние тяжелая немножко поэтому сложно тут безумный абсолютно бардак но я думаю что эту неприятность мы переживем смотрите это мне подарили на день рождения кайфовый довольно таки шлем с хорошей вентиляции лимитка это hgc очень удобная система защелки очень крутая у него вентиляция то есть он прям на жаркую погоду идеально единственное что он без доп визора не визоров херника что на глаза черные очки опускаются но к нему в комплекте шел полностью черный визор с ним будет гораздо более стильно я просто не успел поменять я его отдел чтобы просто испробовать тоже один из подарков который был сделан мне на день рождения на прошедший такой вот но абсолютно естественно функциональный на сто процентов и очень симпатичный украшенный ручной работы топор красиво и меня есть мысль построить еще один дом хочу его деревянный такими вещами было бы прикольно его украсить дом дом викинга состряпать что-то у нас свеженького добавилось это у нас за помощь проведение чемпионата москвы golden tiger крупнейший мультиспортивный мультиспортивный фестиваль урала на регистрацию мы сделали около 800 банок предтрена с эксклюзивным дизайном под турнир golden tiger и каждый не то что победитель каждый человек который регистрировался для участия соревнованиях совершеннолетний получил подарок на регистрацию от нас продукт мне кажется интересная такая практика возможно для будущего для генетика для работы с разными турнирами просто хочется ребят поддержать это подарком от того что они приходят участвуют соревнуются занимаются ну и конечно же хотелось бы что потом в ответ ребята обратили внимание на компанию и возможно начали нас приобретать вот такая медалька надеюсь будет с надписью теперь еще и индия потому что с португалией мы с вами пусть категорию но забрали новенькая у нас питерская красивая здравствуйте как он хорошо что в темноте еще штор закрыл тебе нравится сидеть вообще у нас светло смотрите что я покажу все спрашиваются постоянно приходят нам почему так ярко чтобы вы понимали вот так ярко должно быть по нормам приходит инспекция по труду по аттестации рабочих мест и на самом деле если не будет так ярко потом кто получит пизды я как ответственный короче ищу номинального директора работа год через пять вот то друзья мы позанимались впереди встреча мне нужно поехать купить чемодан дорогу еще один собраться у меня не собраны вещи но мне слава богу много вещей не надо в индию там так грязно что принципе просто немножечко старых вещей в кучу сгрести одеяло чтобы одеяло чтобы укрываться за сценой коврик либо в отеле их возьмем и дадим жара по максимуму поддержите буду рад что-то будет моем инстаграме что-то будет канале телеграм что-то будет на ютубе возможно мы сможем организовать трансляцию на какой-либо портал если дату мы оповестим всем пока будем топить дальше